Тили-тили-тили-тили-тилили-тили-лили-тили-ли Сегодня очередной ролик смотрела. Там психологи топовые говорят абсолютно на полном серьёзе про то, что вам надо обязательно выстроить свои границы со своим мужем, иначе он будет нарушать ваши границы. Психологи делают поговорить о границах на самом деле. Как ты к этому вообще относишься? О выстраивании границ. Ну, как я-то к этому отношусь. Вот представь, ты с мужем выстраиваешь границы. Границы. Это вот о чем, да? Мы выстраиваем границы. То есть мы... Может, мы еще и спим на разных кроватях? Таможню еще создаем. И брачный контракт. И брачный контракт. Вот оно. Условия переезда с кровати на кровать. Как ты вот думаешь, о чем это? Что за отношения такие с границей, да? Я вообще на самом деле, когда слушаю психологов, у меня иногда вот просто расширяются глаза, и я понимаю, какой бред. А знаешь почему? Потому что повторяют, дублируют уже имеющееся. И поэтому уши не открываются, пробки не выбиваются. Разум не включается. Включается ум на самом деле. И по уму да. Я же выстрою свою границу, а ты перейдешь через мою границу? Нет, только с подарочком ко мне можно перейти через мою границу. Да, да. И потом говорим про искренность. Я тебя люблю. Поговорим. Ой, ты мне колечко подарил, я тебя люблю. Не подарил. Не айфон не люблю. Блин, это, конечно, ну это трэш. Если говорить действительно о любви, о искренности, о чувствах, то тогда ты безграничен. Ты безграничен. Если ты создатель своей реальности, то ты в благодарности к своему зеркалу, ну ты ж между собой и зеркалом не ставишь границы. И не ставишь пограничника, видя посредника. Хороший посредник, между прочим. Не завешиваешь зеркало покрывалом же, да? Да. Вот оно, посредник между тобой и Богом. Вот оно. Завешенный черным покрывалом. Ну, это на самом деле безумие. Этот мир сошел с ума. Я когда слушаю про границы в психологии, я понимаю, что это набор безумцев, которые говорят чушь. Мало того, это все... То есть границы... Двольные люди это, смотри, это закрытие, закрытие. То есть это, наоборот, сжатие. Сжатие. И уменьшение, уменьшение, умельчение. Все сжатие. А значит, будет что? Взрыв. Так вот, и получается, что сознание человека сжимается, сила выносится наружу, внутри образуется пустота, и в эту пустоту ты можешь заливать все, что хочешь. Человек сам себе не принадлежит. И вот эти ограниченные, потому что у них есть границы, ограниченные, живут чужой жизнью. Они играют по чужим правилам, в чужие игры. Куда направил их внимание, туда стадо побежало. Им уже открыто говорят, вы овны. И они согласны с этим. Им осталось сказать «ме». Вот оно. Вот это все из этой же серии. Человек не осознает, что он создатель. Человек не осознает свою безграничность. Человек не осознает, что он может играть так, как он хочет. и вот это хочет, у него заменено играми эго. А ведь на самом деле здесь не про эго речь. Эго и ума. Да. Вот это мозгокрутство, вот эти игры эго и ума, они не про то. Они про ограничения, про копирование, про сужение, про сжатие. сжатие, когда создатель отказался от себя создателя, засыпает, и он согласен на инстинкты и на жизнь по Фрейду и по Юнгу. И это норма. И ему говорят, что да, 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 твои инстинктивные реакции, вот они такие и должны быть такими. И только там секс определяет твою жизнь или еще что-то определяет твою жизнь. Вот как почитаешь эти теорию Дарвина сюда же приплети и понимаешь, ребята, а где создатель? А где, а где, а где? А где хоть кто-то вспомнил, что он родился, родился сознанием, создающим? Это на самом деле это о непозволении себе быть создателем, непозволении себе выйти за рамки, за свои границы. Ведь это все непозволение самому себе. Ты знаешь, вот ограничение самому себе. Замечала, что я, особенно когда еще жила в доме, когда едешь в лифте, я замечала у людей страх. Те вещи, о которых мы говорим открыто, люди боятся. Страшно. Страшно взять на себя ответственность за свою реальность. Ну как это? Я в своей реальности буду плохой. Я в своей реальности отражаюсь в злых людях. Я же хорошая. Я же хорошая. Это они плохие. Да, да, да. Про ответственность. И вот это удивительно. И чем более ограниченный человек, тем жестче он играет в игру хорошо и плохо. И тем жестче он навязывает свои правила игры. Жестче, да. Чем больше, смотри, чем больше ограниченный человек, тем он злее на самом деле. потому что точка сжатия это агрессия. Да. Если мы возьмем просто надутый шарик и начнем его сжимать. И чем больше мы его сжимаем, тем больше он хочет разжаться. Вот она агрессия. Точно так же и человек. Все по подобию. Научиться видеть это подобие в жизни, вот это важно. и ты знаешь, я очень сильно иногда просто прихожу в шок. Люди все время ищут знания где-то. Кто-то им должен дать знания. Кто-то гуру, какой-то еще кто-то. И они едут за знаниями. Все время морковка. Морковка у сла, Они едут за знаниями в Индию, еще куда-то. И потом показывают, мой учитель и показывают учителя, который живет где-то в нищете, в каких условиях, не имеет образования. И человек в его словах пытается услышать мудрость. И меня вот это все время удивляло. Либо же опять-таки едут в то же самое, как я ездила в Перу, а у Яска там и так далее. И тебе, Лиана, расскажет мудрость. Вот сейчас мухоморы пошли, грибы тебе расскажут мудрость. Все извне. Все извне, да. вынеси на волне. Это примерно то же самое, что медицина тебя вылечит. Ну, она же почему-то не вылечит, но это просто наша медицина недоразвилась еще. Нет, это не медицина недоразвилась, это ты недоразвился. Это ты не берешь ответственность на себя, за свое тело. Это ты ограничил себя. Это ты ограничил себя. И держишь себя в границах. Держишь, как в темнице. Как в темнице, да. В темнице сырой сижу, да. Вот это об этом. Человек не хочет этого замечать, человек не хочет этого видеть. А не хочет, потому что выгодно. Ну, надо рассмотреть, а что же тогда выгода в человеке? Где прячется выгода? Ведь ему скажи, выгодно, сразу о деньгах. Нет, здесь не про деньги. А что тогда является выгодой? И тогда мы увидим, что выгодой являются нормой. Его правильно. Вот его правильно, это его выгода. Прикрылся правильно, и все, я хорош. И мне можно не меняться. И при этом можно не меняться. Можно остановиться и заснуть. Да, да. А ни хрена не прокатит. И точно так же. Я выстроила границы. Вот я в этих границах правильная. Ты завесила, блин, зеркала свои. Завесила, завесила. Либо дала себе шанс поставить еще пограничника между собой и мужем. И буду играть уже в эту лживую игру. У меня нет любовника. И смотри, как все очевидно, да. Ложь. На самом деле выгода, да, это ложь. Конечно. Самому себе. Искажение. Человек не хочет быть с собой настоящим и боится даже быть. и даже вот если настроиться на вот это чувство, вот это чувство, где человек, вот он внутри может почувствовать себя, да, вот она, сила во мне есть. А потом, когда надо проявиться, так скукоживает. Вот даже если он разберется вот с этим моментом скукоживания, вот он же его чувствует. Абсолютно каждый, кто нас будет слушать, он сможет в себе уловить вот это скукоживание. Так вот, вот если он честно разберется с этим моментом, в принципе, вся психотехническая база в инфодайинге есть. И она достаточно простая. Если вот с этим моментом разобраться, то, по сути дела, это дает возможность человеку уже включать эту безграничность. Потому что, если ты умом становишься безграничным, как на последнем стриме, все такое духовное, да, а почему энергии нет? Вот вроде же уже вся такая развитая. Сознание развивается. Смотри, безграничность, это же ведь о свободе. О свободе. И это о любви. И это о любви. О свободе любви. О разуме. Это о силе. Это о силе. Это о целостности. Это уже о создателе, который осознает себя, исполнил, он проснулся. Видишь, а скажи в любви, да, дай свободу паре своей. Ну, то есть, на паре, ну, с кем ты там в паре. Гулять будет. А, сразу, значит, гулять. Вот она, выгода, сразу так раз, включается искажение. Такое искажение. Это о любви. Так, понимаешь, на чем строятся манипуляции? Вот на этих неосознаваемых искажениях. То есть, на автоматизме человека. На автоматизме. Если человеку эту манипуляцию вкидываешь, этот поезд едет туда. А если ты вкидываешь здесь эту манипуляцию, то вот этот поезд едет туда. И вот тебе управление. Вот точно так же реклама. Да. Вот меня, например, удивляет. Люди тратят дурные деньги на рекламу, а они просто выкидывают деньги. А меня все время удивляла вот эта реклама, что разбрасывается по почтовым ящикам. Столько портятся бумаги, столько портятся древесины, столько все. Она не рабочая. А потому что пытается залезть. Залезть. Залезть к тебе через зад. Зачем? Если мне надо, я сама найду, интернет есть. Привлечь максимально внимание, то есть сила там. Да? Но оно-то и так и есть. На самом деле, если посмотреть, то сила действительно тех, кто в объективность играет. В объективность, да. И понимаешь, и заманить, то есть заманить, заманить. Иди в мою песочницу. А ты пойди отсюда. Пойди. Сила вот здесь. Но у тебя она вынесена. тогда сюда тебе приходит ровно то, что тебе надо. Да. И тебе не нужна вот эта реклама, и не надо тратить на нее деньги и силы. Тот, кто тебе надо, он в твоей реальности проявляется сразу. Не надо на это тратить. Можно сказать, что здесь я сильный, и тогда я буду командовать, да, это тоже не о силе, это слабость и самой большой слабости. Ну, то есть силой притягивать тогда, да. Если я здесь сильный, значит, я силой буду притягивать. Не обманом, а силой. Это тоже тот же обман самому себе. Ну, как вчера на нашей программе обучающей, когда мы разговаривали о власти, да, когда восприятие создателя сейчас четко фиксируем. Вот с этого восприятия как воспринимается власть, как воспринимается страх, опорные точки, которые... Вчера, да. Все очевидно было. Да, на которых стоит сейчас наше общество и наша медицина, наша жизнь. Конечно. Объективная реальность. Но человек смотрит... Вот одно дело, когда ты смотришь вот из подножия на гору, а другое дело, когда ты смотришь с горы на подножие. Это же совсем разное. Да. Это совсем разное восприятие. Там ты видишь какую-то маленькую горку с точкой наверху, и это ни о чем тебе. И ты даже не осознаешь, сложность пути, чтобы туда подняться. И мало того, ты не видишь всего пути. И ты не видишь всего пути. Маленькая частичка здесь. У тебя есть только то местечко, откуда ты смотришь. А когда ты смотришь сверху, ты видишь все горизонты. И все пути, все варианты ты видишь, да? И ты осознаешь сложность подъема, ты осознаешь сложность спуска либо подъема на следующую гору. Мало того, ты еще видишь весь этот путь, да? И ты осознаешь интерес к своему движению. Интерес к тому, что уже у тебя... Не интерес, благодарность к тому, что ты уже прошел. И интерес к тому, и знание того, что тебе еще столько всего интересного, и что предстоит. Не то, что даже предстоит, а тебе это интересно. Да. И ты уже знаешь, что придя еще на другую вершину, ты увидишь эту вершину, на которой ты сейчас, ты увидишь, что этих вершин множество. Ты еще больше увидишь. Да. Еще больше раскроется. И все интереснее становится. Интереснее, интереснее, интереснее. Да. Ну, это путь в себя. Вот эти все вершины, все вершины в себе. И это все разное восприятие создания реальности. Разное восприятие. Но то, что человек, вот те люди, кто с нами занимается, позволяют себе делать эти шаги, это уже очень много. Это очень много. И мне очень нравится, когда, вот, казалось бы, там, обычное коллективное погружение, да, ну, для нас обычное. Человек приходит там, некоторые впервые приходят там, проходит какое-то время, неделя-две, и потом пишут, блин, как это работает. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Эмоции такие. И ты понимаешь, так, это первый всплеск. Но ты уже словил кайф. И ты уже почувствовал этот кайф. Ты уже почувствовал этот кайф. Но ты же можешь зависнуть просто на кайфе. И потом на этих качелях. И болтаться вот так вот. Если ты остановишься, если ты останешься в объективной реальности, но если ты все-таки начнешь двигаться в субъективную, и начнешь осознанно заниматься созданием, то у тебя диапазон увеличивается, и спокойствие приходит, и все больше нарастает счастье и кайф. Да. И тем больше ты позволяешь другим людям быть и не вмешиваться в их жизнь. Мало того, ты становишься благодатью, ты осознаешь благодарность этим всем людям. Да. Потому что благодаря им ты можешь очень много узнать, увидеть, получить опыт и знания, не проживая определенные этапы. Да. Но при этом видишь, тогда благодарность возникает на самом деле ко всему. Конечно. Любой информации, именно информации. Да. Вот все, что касается обмена информацией, сегодня это, наверное, самый важный момент научиться работать с информацией, даже для молодежи. Это просто необходимо. Для молодежи необходимо разобраться с тем, что люди называют интуицией, и где они лгут. Вот это один из важных моментов. Разобраться со силой, слабостью, разобраться с границами, с безграничностью. Вот эти моменты, когда человеку молодому особенно очень важно научиться быть самим собой. И когда вот это все входит в его жизнь, ему значительно проще сохранять свой жизненный ресурс, реализовываться, проявляться, идти по интересу и действительно выстраивать отношения и жизнь из любви. Не из манипуляции, а из любви. Из свободы. Из свободы. Да. Вот светить, как солнце светит. Быть солнцем. Быть солнцем, на самом деле. Низкокоживаться. Это важный момент. Это благодарность всему, любой информации. Вот даже, ты знаешь, осознаю благодарность детским сказкам. Конечно. Детским народным сказкам русским, которые были когда-то в жизни, и которые настолько вот сейчас, особенно в психике, как они всплывают разными гранями. Да. Это удивительно. Они просто раскрываются. Это знания, на самом деле, которые в сказках именно зашифрованы, ну, записаны знания. Они действительно очень мудро записаны. И они вот сейчас уже, они раскрываются в нас, вот как круг корм. Фу. И ты видишь уже, это не сказку, а ты видишь там, блин. Суть. Зачем это писалось? Чтобы тебе суть подсветить. Суть в этом, суть в этом. И при этом, посмотри, на кого были ориентированы сказки. На ребенка. То есть на ребенка, на чистое восприятие. Чтобы ты, родившись, да, вот ты будешь слушать сказки, и ты знания свои не закроешь, а ты их раскроешь. А как родитель преподносит сказки? Это сказка, это волшебство. В жизни так нет. Такого нет. Ну и плюс подмена сказок, когда вот эти вот Ганс Христиан Андерсон, и вот это там. Это уже психические извращения. Да. Ну это так же, как возьми психолога и границы. Это вот то же самое. Когда психологи повторяют, они просто дублируют. Вот схватили как фишку о границе, да, и все. И они это будут перелопачивать, и выстраивая границы, и человек, да, как же, конечно, мне надо, мне же нужна защита. Но если у тебя, если тебе нужна защита, то значит, какой у тебя мир? Мир войны. Мир войны. Мир больной. У тебя уже нападение. То есть у тебя уже идет борьба. Запрос на борьбу, да. Вот запрос на заболевание. В чистом виде. Вот оно на самом деле. Ты знаешь, на психологах именно ты можешь увидеть дублирование, копирование не своего. Потому что если ты... И создание больного мира. И создание больного мира. То, что если ты эти знания из себя, то есть ты их прочувствовал, ты их раскрыл из себя, ты как солнце, да, взял, то есть слышишь себя, эти знания, то ты их будешь давать в чистом виде, как солнце. А не лампочка светить, да? А будет как солнце. А если ты их взял где-то у авторитета, ой, тема вообще классная, у авторитета ты взял и начинаешь это перелопачивать и важный становиться, важный. Я знаю, я психолог, я знаю, что такое границы. То ты просто подхватил заразу вирус чужой, да? И понес этот вирус распространять. Вот он больной мир. Не думая. Кстати, не думая. Нет, как раз таки думая, пользуясь умом, программами ума, неразумно. Посмотри, если целостно посмотреть на цепочку психологи, медицины, психотерапии. Психологи очень хотят, чтобы у них в названии их реалий был психотерапевт. Психотерапевт – это уже врач. Психолог понимает, на врача учиться долго, а тут за два года можно образование получить. А на врача, блин, минимум шесть, а то и восемь. То есть, ну, разбежка какая. Но при этом приобщиться к врачам хочется, да? То есть, поднять, эго надувается и поднять. И при этом, что делает психолог? Он, получается, подготавливает клиента для врача. Потом вручает его психотерапевту, психотерапевт поработал, болезнь уже развилась, и вручает его кардиологу, гастроэнтерологу. Там уже пошло, знаешь, такое рассыпание. Куда хочешь выбирай, выбор у тебя большой, да? Болей. Да. Почему? Потому что мы не разбирались, а мы переваривали какахи. Мы смотрели в прошлом вместо того, чтобы создавать будущие. Да, распространение заразы. Я при этом... Я смотрю на эту систему, я вообще в шоке. Но при этом начинается это все с образования. Конечно. Начинается с того, что детей не учат благодарить и завершать игры. Начинается с того, что детям загружают ненужную информацию. Загружают чужой прожитый опыт. Чужой мусор. Загружают чужой мусор. Чужие выделения. Вот оно. Копируйте. Живите, как Анна Каренина. Или как идиот. Или, или как дед Талаш. Копируйте, но не будьте сами собой. Но не будьте сами собой. Не слушайте себя, не открывайте себя, себя держите в границах. Обязательно. Не проявляйтесь. Не проявляйтесь. И потом ребенок не способен чувствовать, не способен испытывать озарение. А как он будет делать новое открытие? Как он будет развивать научно-технический прогресс? Все вот это. Как? Нет. Он будет просто роботом-автоматом. Он уже выходя, вот привыкая, что его оценивают, он уже привыкает к тому, что ему должны платить зарплату. Его должны оценивать уже финансово, не только, потому что ему надо кормить себя и семью. Все. Это птенец, который вечно открывает клювик. Это как выросший ребенок, который привык, что его кормят родители, и он сам не способен кормить. И здесь уже об интересе, о своем собственном уже речи быть не может. То есть заменен интерес на вот эту оценку, на потребность оценки, бег за оценкой, оценить, чтобы кто-то внешне оценил тебя. То есть ты ушел от себя, ты забыл о своем интересе. Даже, кстати, был эксперимент, не помню, когда-то где-то вот, не знаю, в 60-е годы, пусть будет там, где-то приблизительно, когда брали группу детей, значит, ну, талантливых, у которых есть интерес, свой интерес, они прямо в этом, они прямо сияют, этим занимаются, развиваются. и начали этим детям давать награды. Там какие-то звездочки или что. Значит, вот красивый рисунок, я буду образно, красивый рисунок нарисовал, вот тебе звездочка, да, вот он, ребенок, знаешь, так, нарисовал талантливо что-то, там, красивое в своем интересе, на тебе звездочка, на тебе звездочка. И постепенно эти дети со своим интересом, они уже, знаешь, они уже бежали за звездочками. Они за интересом. И потом, то есть, и у них проявлялось то, что они потухали к своему интересу. Вот звездочки потом перестали им давать? Интерес ушел на звездочки. Тогда, и потом раз, у них забрали, то есть перестали давать им звездочки, а интереса уже нет. И у них уже все, у них уже уже не за что бороться. А тот интерес, он уже отстал, он где-то там, Нет смысла. У ребенка исчез смысл в интересе. Представляешь, вот он, был такой эксперимент. Я недавно где-то про него слышала. Читала или слышала, не помню. Так оно так и есть. Такой прямо суть вообще. Все, интерес ушел на звездочки. Звездочек лишили интереса. Вот она оценка. Оценка. Вот он вот тебе, пожалуйста, школа. Увели внимание. А возьми до школы. Да, увели внимание. А возьми до школы родители. Как они говорят, ты плохой. Ты там то-то сделал, ты плохой. Вот смотри, вот тот-то хороший. И у ребенка получается, а, надо хорошим быть. Надо быть таким, как он. Да, да, все. И себя уже нет. Но видишь, тут на самом деле, если брать детей, если брать семью, если брать школу, школьная программа, это очень большие объемы изменений, которые должны быть. Очень. Начиная от школьных программ, например, наши программы, по которым мы учились, они были лучше, чем те, которые сейчас. Они были глубже, чем те, которые сейчас. Казалось бы, сейчас же век компьютеров, столько же изменилось, столько всего нового, физики, химии, во всем. А нифига. В высшей части, да, а вот в этой части базовой наши программы были лучше. Но вот оно. Будущее формируется из прошлого. Иногда имеет смысл заглянуть в прошлое и изменить, сделать шаг назад, чтобы сделать шаг вперед. Но с другой стороны... На самом деле внутри себя, то есть стать другим. Но с другой стороны, здесь же в школьных, например, программах просто смена программ не решит проблему. Здесь дети приходят, они копируют взрослых. Вопрос, кого они будут копировать? Они будут копировать человека, который пришел отбыть зарплату и выразить свои какие-то непонятные недовольства, эмоции и так далее. Вылить на ребенка злость, агрессию и так далее. Либо он будет копировать человека, который горит, который в интересе, который счастлив от того, что он педагог. А вот найти тех, кто был бы счастлив от того, что он педагог, ты понимаешь, насколько должна тогда измениться школа? Насколько она должна стать творческой? Я могу это сейчас говорить, так как я объехала столько гимназий и общалась с разными людьми. Все, Ярослав перешел в другую гимназию. И я опять-таки познакомилась с директором, с замдиректора, и я понимаю, насколько важно руководство во главе школы или гимназии. У нас будет гимназия. И прощаясь с тем директором, я ее просто обняла, поцеловала и поблагодарила за то, что у нее хреня на гимназии. Ты знаешь, по руководству на самом деле, уже именно по руководству можно судить о том, какие будут... Какой климат будет. Какой климат, какие там, да, какие люди будут здесь. Именно по верхушке можно, сразу можно судить. Да, она создает климат, и к ней притягивается коллектив. И если она живет, ей интересно, она развивает это в любви и в творчестве, то и все остальные уровни будут развиваться в любви и в творчестве. Да. И ты входишь в эту гимназию, и ты кайфуешь от нее. Да, а возьми теперь... Я считала, что все такие, как мы учились. Нет, нифига. Нет. Сейчас я пришла в новую, и в новой я точно так же увидела директора. И я понимаю, это директор горит, кайфует. А когда пришла воспитатель по учебной работе, с ней познакомились сразу кружки, творчество, там все. И я понимаю, все классно. У Ярослава все будет хорошо. Но а сколько же отбросить пришлось, пока нашли? Да. Вот смотри, по верхушке, да, по руководителю ты можешь судить... Что будет дальше. А теперь смотри, это ведь точно так же, по образу и подобию. Ты, глядя, общаясь с человеком, общаясь с ним, глядя на него, ты уже можешь судить, он здоров или болен. Конечно. Точно так же здоров или больна школой. Какой коллектив, какое тело у него. Да. Если он сияет, ты разговариваешь с ним, и ты понимаешь, что это так приятно, ты слышишь, тебе приятно это слышать. Здоровый коллектив, здоровое тело. То есть рыбка, она же гниет с головой. Да. И если рыбка имеет нормальную голову, то и тело будет здорово, то и школа будет здорово. Всегда так. Всегда так. И тогда там будет порядок, тогда там будет. Смотри, а даже дети, на самом деле очень дети, я вот часто слышишь это, начали оценивать, именно дети начали оценивать учителей. Знаешь как? А что он может мне дать, если у него в жизни ничего нет? Нет ни машины. Представляешь, дети, нет чего-то. Конечно, ничего не может. А это же флешмоб на эту тему был даже. Да. По поводу, есть ли у тебя, блин, ну да, я тоже. Я поняла. Бугатти. Ну, не помню. В общем, есть ли у тебя. Чему ты меня можешь научить? Представляешь, то есть пошла оценка обертки на самом деле. И у детей обертки пошла оценка. А почему обертки? Потому что учитель, на самом деле, сейчас пуст внутри. Нет. А пуст это что? Нет интереса к тому, чем он занимается. Он там потухший. Интереса нет. Он потухший. Пустой, что не можешь? Поэтому ты, только вот обертка, и поэтому ребенок, он и видит эту только обертку. Что ты мне можешь дать? Ты пустой, и обертка у тебя, извините. Нет. То есть он судит вообще. Представляешь, насколько глубоко. Это закономерный процесс, потому что ребенка увели во внешнее. Да. И тогда он будет оценивать внешнее. Да. А верни ребенка во внутренний мир, научи быть благодарным, и он будет не оценивать, а будет благодарен твоему внутреннему миру. Вот где подмен. Он будет в внутренний мир, он слышать будет. И он будет, да, и он будет, этот внутренний мир твой будет солнечным, и он будет питаться этим солнышком. Мы же все к солнышку, цветочки к солнышку поворачиваются. К теплу. А если у тебя внутри холодно и сыро, пусто, да? Подвальное помещение. Ну, тогда тебя будут оценивать по входной двери в подвал. Конечно. Ну, это факт. А это значит, что учитель ведь тоже, с ребенком, общаясь с ребенком, он от него требует обертку. Да, да. А то, что внутри. А ведь каждый ребенок совсем другой. Внутри он разный. У кого-то математика лучше, у кого-то русский лучше, у кого-то география лучше. А этого не надо. Ты должен мой предмет знать, и все. Ты должен. Так ты его покажи, свой предмет, так, чтобы у тебя было интересно. Интересно, чтобы ребенка загорелся интерес. Чтобы этому цветочку захотелось к этому солнышку повернуться и питаться этим теплом. На самом деле, когда мы смотрим и работаем с детьми маленькими, если посмотреть, в чем у тебя предрасположенность, очень мало у кого детей, у кого по роду пришел сундучок, ну, как правило, с какахой какой-нибудь, ну, это будет родовая предрасположенность, да, скажем так. Ну, то есть карма прилетела, называется. Но человек считает это дарами рода. Очень редко такое бывает. В основном дети многогранны. Ну, в своих 90% точно. То есть цепь, да, что туда заложишь, что там и прорастет. Если ты с детства ему будешь говорить, ты талантлив в гимнастике, то у него и появится это предрасположение. У него интерес появится, он раскроется. Потому что интерес у ребенка ко всему, он лезет, мы же знаем, как маленькие дети, все интересно, все, потрогать, пощупать. Интерес во всем. А что взрослые делают? Гены посмотрели? Если этой родовой нету, то все. А может быть, интерес выдаст больше, чем родовая? И не может быть, а точно. Ну, это такая большая тема. Тогда надо найти те солнышки, которые будут загружать деток. Солнышки должны грузить деток. А это чья мудрость должна быть? Родительская. Чувство. Теплое чувство. Вот это разум. Разумное чувство. Когда мы с тобой говорим про чувства. Сколько раз мы с тобой наталкивались? Вот просто. А ты почувствуй. И потом уже даже наши мужья, когда хотят съязвить. А ты почувствуй. Ха-ха-ха. Понимаешь? Вот это ум смеется над разумом. Он обхитрил разум. Так обхитрил, отбежал, и факт ему показал. Ну, и дальше после этого факта что? Это о развитии или о деградации? Это о здоровье или о болезни? Это на самом деле о... О лжи. О лжи. Но это вот хитросплетение ума. Выморачивание. И это хитросплетение говорит о логическом мышлении, о науке, о том, что мы сейчас исследуем Бога. А вот там, вот там, вот там, вот там. И вот разрастаются амбиции. А если брать научное сообщество, то там есть еще одна тема. Ведь там же еще и выгодно находиться. Это как нормальное такое... Я бы сравнила это с масонским обществом. Еще попробуй войди туда. И люди борются за входные билеты. А на самом деле это же раздутая эго-пустота. Просто пустота. На самом деле это просто ложь. Да, да, да. Пустота. И потом на этой пустоте вырастает медицина. Она, с одной стороны, нужна. Парадокс будет работать. Она нужна, действительно. Технологии нужны там все. Особенно экстренная медицина нужна. Но при этом почему-то создатели фармацевтики. Да. Сами не пользуются своей продукцией. И едят не то, что они... Выращивают продукты на своем. Предлагают есть другим людям. И не делают те прививки, которые они предлагают людям. Почему-то они этого не делают. Какие они глупые. Потому что они видят в людях не себя. Смотри, человек... Научи себя видеть в зеркале. И человек не будет плевать в зеркало. А так плюет. И гадит. А потом болеет. А потом говорит, Бог ему карму послал. Вопрос. Кто тут Бог, который тебе карму послал? Кто тут Бог, который тебе какашку плюхнул на голову? Ты сам себе... Да. Плюхаешь какашки за какашкой. И тянешь их. И тянешь. И боишься отпустить их. Все, что нажито, непосильным трудом. И не позволяешь. И тогда... Ой, тема, короче... Тема, да. Тема темная. А все начинается с ограничений. Как только вот этого ребенка, солнышко, родившегося, начинает грузить, начинает грузить ограничениями. Они, это солнышко... Ну, они. Это солнышко превращается в лампочку. Просто в лампочку. Обычную электрическую лампочку. Все. Без ресурсов. А потом в свечечку. И потом свечечка тухнет. И жизнь прошла. И жизнь проходит очень быстро. У солнца бесконечный ресурс. У лампочки он ограниченный. А свечка сгорает моментально. А свечка, она пшшш, и все. Она вообще зависит от витиля. Да. Есть витиль, нет. И от дуновения ветерка. И от дуновения ветерка. Зависимость. Да. Кстати, сказала зависимость. В завершение скажу. Это... Я сегодня увидела в ТикТоке ролик. И о пользе малых доз алкоголя. Потом попался ролик о микродозинге грибов. И я сижу, смотрю, думаю, боже, люди. Ну, если вы уже согласились с теорией Дарвина. И согласились с тем, что вы животное. Только чуть-чуть более развитое животное. Ну, чуть лучше обезьяны. То предложите крысе дуст в малых дозах. Ни одна крыса не будет есть дуст в малых дозах добровольно. То есть, если вы его не подцепите в зерно. А сказать, на, угости вон ту крысу дустом. И ни одна крыса не пойдет угощать. Это насколько надо потерять разум. И насколько надо потерять чувства. Чтобы... И быть не самим собой. Чтобы рассказывать. Подать в зависимости на самом деле. И подавать людям яд. Вот я травлю себя. Я угощаю друга ядом. И я кайфую и говорю тост под яд. И я когда вот это сегодня так, думаю, боже, нет. Опять наше восприятие, оно, конечно, раскрывается. Когда ты находишься в разуме, ты просто видишь, ты, как это сказать, шоры с глаз спадают. Ты просто видишь очевидное. Недавно, кстати, с алкоголем тоже были в Логойске. И зашли в кафе покушать. И сзади пришла компания с грудным ребенком. И начали им выставлять столик. И мы слышим, что, значит, они покрестили ребенка. И у них празднуют это. И тут принесли алкоголь. И они вот как раз таки эту тему. Давайте выпьем за ребенка, чтобы вот там все было хорошо. И меня, знаешь, так... Люди, что вы... Куда вы выносите силу? Алкоголь? То есть... Ну и давай поговорим про любовь. Давай поговорим, как родители любят ребенка. Да, это... Когда сперва сотворили над ним магический ритуал, а потом напились яда. Закрепили, да? Да, в голове, да. Ну и правильно. И зачем вам жить, если у вас мозгов нет? Вот это все про разум. Это все ум. Это все ум, да. Это все про разум. Разума нет. Ум. А ум фигачит. Ум авторитеты тебе скажут. Микродозы авторитеты. Микродозы полезны. Да, да, да. Самое интересное, как воспринимают нашу информацию. Я продолжаю стебаться. Ролики, которые пошли в ТикТоке и на Ютубе. Вот вишенка на торте. И там еще один есть. Я уже не помню название. Там, где суть, дана выжимкой. Вот просто выжимка. Человек не понимает вообще. И когда он не понимает... Знаешь, что начинает писать мне? Умойтесь, причешитесь. А, ну вот так. А, одна там начала мне советовать сходить к врачам. Помыться, побриться. Гинекологу сходить. К эндокринологу сходить. Еще кому-то ологу сходить. Ну, видишь, опертку. Но ты знаешь, я когда начала вот эти комментарии читать, меня взял смех. Вот настраиваешься на человека и понимаешь. К врачу посылает больной. К эндокринологу посылает тот, кто болен. У кого проблемы с гормонами. Гинекологу посылает тот, кто нуждается в мужчине, страдает и сам бегает по гинекологам. Обращает на внешность внимание тот, кто не принимает свое тело сам. И пошло. И вот на кого не настроишься, я понимаю, каждый пытается самоутвердиться на том, на чем болен сам. Конечно. Вот в чистом виде работает зеркало. И я когда смотрю, думаю, блин, вопрос. И вот эти вот, зачем кривые, хромые и косые на ум, на разум, заходили и смотрели тот ролик, в котором они вообще не слышали слов. Они вообще не поняли сути. Смотри, они берут обертку. И они рассматривают эту обертку. А на самом деле обертку, ты можешь менять ее. Ты можешь ее разукрашивать. Но это обертка. А суть, конфетка-то внутри. Если ты приходишь за оберткой, ну, чего ты здесь сидишь? Ты тогда просто свое время профукиваешь зря. Профукал зря, да. Ты просмотрел ролик, и ничего не понял. А знание-то суть внутри. Почему ты судишь, как человеку жить? Как я недавно, кстати, вообще просто тоже ответила. Ты знаешь, даже зачитаю. Васильева актриса дала оценку Али Пугачевой, что, значит, она глупая, или глупая, что уехала в другую, значит, страну. Она отсюда сбежала. Она неблагодарна этой стране. И у нее Макс, этот Галкин, там, ну, она, как она говорит, ну, понятно, что это за мужчина, да. И она дает оценку, так, где это у меня, здесь. И она дает оценку ей. Я просто написала. А, и она говорит, мне ее жаль. А я пишу, а себя вам не жаль. Вы даете поступкам, оценку поступкам другого человека и решаете за него, что ему выбрать. Это не глупо. Потому что она писала, глупо. Она поступила глупо. Это очень. При этом я уважаю эту артистку, но она поступила глупо. То есть она решает. Она не должна была уезжать. Она там то-то, то-то. Понимаешь? Ну, ей жаль. А себя ей не жаль. Ну, вот смотри. На самом деле, так люди привыкли жить. Они не позволяют другому человеку быть. Да, да, да. Не позволяют. Ведь, смотри, восприятие создателя невозможно. Невозможно. То есть твое сознание не будет создающим, пока ты хочешь бежать, спасать. Пока ты хочешь изменить мир. Делать для человека чужой мир. Пока для тебя есть чужой мир. Да. Если этот мир твой, изменись. Да. Ты изменись, и твои зеркала изменятся. Если ты... И убить свои зеркала. Да, и вот тогда ты, да, ты тогда увидишь себя настоящего. То есть... Но это будет работать только в том случае, когда у тебя нет объективной реальности. Конечно. Когда ты это осознаешь. А пока для тебя есть объективная реальность, она существует вне тебя. И тогда меняйся, не меняйся. Тебе кажется, что ты изменился, а там же ничего не поменялось. Вот он разрыв. Разрыв, потому что ты не веришь сам в себя. И ты выносишь ответственность из себя, потому что ты не интересен сам в себя. Не любишь сам себя. Не ценишь сам себя. Не принимаешь сам себя. А ты бежишь спасать кого-то. И ты разрисовываешь зеркало губной помадой. Ну, это что, это о разуме? Вот он, больной мир. Да. Вот ты болеешь. Вот ты стареешься. Я могу быть разная. Я позволяю себе быть разной. Да? Но при этом суть моя внутри, она одна. То есть это другое. Да. Конфетка. Так ты, если пришел на чей-то канал или кого-то где-то слушаешь, ты слушай, суть бери. Если ты не можешь смотреть человека, чтобы не конкурировать с ним, а ведь это программа конкуренции, если ты не можешь смотреть другого человека без конкуренции, женщина-женщина и вообще на автомате, как правило, конкурирует, тогда просто положи телефон в угол и послушай. Не смотри на себя. Не смотри, да, не смотри. Послушай. Ты суть слови, что говорят. А иначе зачем ты брал и смотрел этот ролик? То есть ты не обесценивай свое время. Ты тогда не обесцениваешь свое время. Это про ценность себя. Опять-таки, когда ты мечешь свою икру с советами, тебя кто-то просил сейчас размножаться? Никто не просил. Ну так что ты размножаешься? Да. Вот это момент, когда осознание позволения человеку быть. И если тебе что-то не нравится, изменись и убери его из реальности. И все, его не будет в твоей реальности. И все, закрыто тем. Убирается через благодарность. Все просто поблагодарил. Осознай благодарность, и все закрыто. И ты не везешь за собой его в рюкзаке. Ты свободен. Ты свободен, ты легок. Ты говоришь про ролики, я этих роликов не знаю. В моей реальности и нету, и нет этих актрис, никого. В твоей реальности они проявились. Вот мгновение ушли тоже с благодарностью. Закрыто, подсветило, и все фонариком. И все. То есть, это у каждого своя реальность. Каждый живет в своей жизни, и каждый проживает. Каждый в своей жизни видит то отражение, которое... Он видит. Ну, то есть, кем он является сам. А это отражение собирается на основании ограничений или безграничности. Но в ограничениях не бывает создателя. В ограничениях бывает овен. А овну нужен пастух. А пастух – это посредник между властью и овнами. Вот. Привет религии. Так вот, этот посредник будет, если этот посредник становится благодарностью, то у тебя зеркало открывается, оно становится чистым. И ты видишь сам себя, и тогда у тебя идет чистая благодарность всем отражениям, то есть, всем людям, которые у тебя на пути встречаются. И ты видишь, о чем это тебе. Ты слышишь сам себя благодаря этим людям. Да. Ты их не убираешь от себя, не завешиваешь. Это не я, черный мизик. И не завешиваешь, не уплотняешься. А ты освобождаешь себя. Ты становишься безграничным. Ты становишься легким и свободным. В школе нужен предмет под названием благодарность. Благодарность. В детском саду нужны занятия под названием благодарность. Благодарность. Это все про развитие сознания. Для этого должны там быть люди в своем интересе, в искреннем и осознающем благодарность. Да. А таких людей еще найти. Через инфодайв. Через инфодайв. Я даже уверена, я знаю. Что это будет. Что это будет. Если это создается, то это будет. А это уже создается. А это уже есть. Субтитры создавал DimaTorzok